Здравствуйте, дверь поставки! Заехал в очередной объект. Сегодня у меня три дверьки. Дверьки демпо. Вот такая. В первый раз такие дверьки буду ставить. Еще у меня их не было. Фурнитура сегодня тоже новенькая. Дельфин какой-то, локер, магнитный замок. Написано бесшумный. Петли ферре. Не знаю по качеству. Насколько они качества нет. Ручки бусаре уже ставил. По проемам. Проемы все по высоте 207 сантиметров. Как и положено чистого пола. По ширине 2,90 и 1,70. Все правильно сделано. Здесь у нас санузел будет. Ручка будет возле выключателя. Дверька будет открываться налево, наружу. Соответственно в комнате выключатель. Вот аж где спрятали. Вот на стенке он спрятанный. Ручка будет возле выключателя. Дверь будет открываться внутрь, налево в комнату. И в кухне. Выключатель у нас с левой стороны. Ручка будет возле выключателя. Дверь будет открываться направо, внутрь на центральную стенку. Ремонт еще не доделал. Будет на стенах покраска. Шпаклевка все вычищена, все нормально. Не знаю, верха там, наверное, еще подчистит. Но на стенах будет везде покраска. Опять двери ставим до плинтусов. Плинтуса будут широкие под покраску. Поэтому ставлю двери. Ставлю наличники, но не запениваю их. Просто ставлю. Ребята подгонят плинтуса, снимут наличники. Поставят плинтуса. Покрасят и потом сами уже приклеивают наличники. Ну все, погнали! Уплотнитель почти на всех стойках. Ни хрена не прижать. Как змея. Как червяк такой. А причем он входит в паст свою. Очень-очень туго. Все стойки в таком состоянии. Я уже заколебался. Верхушки сделал. Уже пальцы болят. Так. Почистил проемы, подготовил. Прикрутил закладные. Все врезал. Сделал врезку. На коробках пленка. Здесь эмаль. Двуэмаль. То ли эмаль ужасного качества. Но еще МДФ тоже ужасного качества. Он такой рыхлый, не склеенный. И при врезке, в общем, одну петлю врезал. Блин, там, ну как терпимо. И потом сразу поставил новую фрезу. С новой фрезой. Более-менее. Более-менее. Потому что, блин, я не знаю, ЛИМДФ Ворсистый такой, что плен, что не держится эмаль на нем. Либо Эмаль такая. Потому что даже пылесосом, когда пылесосом, где ручки, отверстие делал, даже в тех местах отрывало понемножку. Проемы, когда я почистил, было до хрена мусора. Сейчас уже все убрал. Все, проемчики чистые, готовые, закладные приключены. И сегодня пылесосил керхером. Миньоном маленьким пылесосил. Ну, сосет, я вам сказал, ну, процентов на 10 лучше моего. На 15, навряд ли. На 10 лучше моего сосет. Сильнее. То есть, более большие камни, если мой большие камни щеткой не берет, самой трубкой, конечно, засасывает, потому что работает со свистом аж. А когда щетка, то большие камни, ну, например, больше ногтя не берет. Керхер спокойно засасывает эти камни. Небольшой перерывчик, перекурчик. Я не курю, поэтому решил Чайковского давануть. Вместо сникерства взял Марс. Как говорит наш президент, давайте осваивать Марс. Поехали! Вот это потеря, потерь. Это ж надо такому случиться. Вал обломила. Вечер, суббота, завтра, воскресенье, никто не работает. жесть. Привет, друзья! День 2. Ну что, прошу любить и жаловать. Хотя нет, еще нет. Вот теперь прошу любить и жаловать. Ох... Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должен был сегодня закончить, в принципе тут осталось на полчаса работать, ну на час поставить добор и наличник, но отделочники как всегда постарались. Отделочники сделали стык неправильно. Теперь будут вырезать ламинат, здесь кусочек, ну и вот астамески можно срезать, выдалбливать эту половинку. Плитки, в эту половинку плитки, уже вам привезли две плитки и будут перекладывать сюда. Сегодня переложат, завтра закончу. Так в принципе уже все, лерьки все стоят. Вот осталось только добор и наличник поставить. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА в общем закончил я объект толком не дали спокойно поработать плиточники вчера плитку не поменяли сегодня с утра приехали поменяли я по свежей плитки поставил доборы наличники приехали также потолочники в однокомнатную квартиру втроем и на пятки наступали бегом в общем не дали даже снять финальный результат пофотографировать быстрее быстрее минутам теснотища духотища в квартире ужасная с пилой познакомлю позже принципе мне понравилось углы держит идеально классно все отлично шикарно нужно только новый диск купить пока поставил свой с метаба 216 с алексеем михайловым проконсультировался он сказал какой диск купить хорошие чтоб не сильно дорого и хорошие общем макитовский какой-то так что дело движется работаем все подписывается наш youtube канал ставьте лайк пишите комментарии всем удачи любви здоровья пока